Пока Рашид Касумов готов. Интересно тем, кто является поклонником других видов спорта. Пока же Елена Долгополова на ваших экранах. Ну а закончить... Нет, нет, не получается у Елены Долгополовой так, как надо сделать. Она рдётся. Потому что я сделала акробатику, и везде потеря равновесие. Лидия Гавриловна, я как-то отвлёкся на брусья. И пропустила оценку за молочек. 9-675. И она... А так впереди. 625 у Лобознюк, а... Да-да-да, 625, а у неё 675. И Замолочкова обошла. Лобознюк, возьму на себя смелость предположить, что она и выиграет этот вид. Вот как получилось. Два вида у Замолочкова. Если всё-таки не обойдут её Коростелёва с Долгополою... Ну, Долгополова уже точно не обойдёт Коростелёва. Не знаю, не знаю, но... Не думаю так тоже. Всё-таки очень высокая трудность у Замолочковой. Это самая такая головогружительная трудность гимнастки Замолочковой на вольных упражнениях. Так же, как и на прыжках, и так же, как и на бревне. Она удивительно мощная гимнастка. И она, ну, явно впереди по трудности всех. Ну, вот сегодня, молодец, наша Лена Долгополова не упала. Ну что ж, закончил тем временем упражнение и Рашид Касумов. Мы показываем вам в повторе Лену Долгополу. И на этом, на этом, вынуждены выходить из эфира. Вы не смогли как-то вот... Ну, это...